В Приморском академическом театре имени Максима Горького стартовала юбилейная неделя. Открылась она большой пресс-конференцией. Горького убрали почти все. А мы сохранили его для того, чтобы сегодня встретиться и еще раз внутренне для себя понимать, что Горький величайший был драматург, величайший. 90 лет – это не возраст, считают в старейшем театре края. Именно такое название и получил юбилейный вечер постановка с участием всего коллектива. Рассказали на пресс-конференции и о премьерах, которые пройдут в этом году. Также в планах постановка пьесы «Босиком по снегу» о тяжелой судьбе известной певицы Лидии Руслановой, которую будет играть актриса театра Наталья Овчинникова. Мы не будем раскрывать всех, наверное, уже тайн. И давайте дождемся уже поближе к премьере. А «Босиком по снегу» про Русланова? Да, но это сейчас пишется… А, пьеса написана, но она ее надо, конечно… Поэтому нет, тут, конечно же, это будет наоборот даже не то, что вспомнить, а погрузиться и, как сказать, правильно, наверное, показать то, что я умею делать. А сколько нарядов в костюмерных театрах имени Горького? Чем занимаются постежеры? И что находится под театральной сценой? На эти вопросы сможет ответить только тот, кто побывал в волшебном закулисье театра, где и повезло очутиться нашей съемочной группе. Вот, например, швейная лаборатория. Здесь разрабатывают и создают настоящие произведения искусств. Мы работаем с художниками, с режиссерами, нам дается задание в виде эскизов. Это вот будущий щелкунчик, который мы уже начинаем работать, это будет в декабре спектакль. Нам даются вот такие эскизы. Мы, я не называю даже это пошивочным цехом, а больше относятся к лаборатории швейной, потому что каждый раз у нас новые костюмы, и каждый раз мы их все вместе коллективно разрабатываем, с закройщиками, с девочками, со всеми вместе. Это просто единое целое. Но театр с такой долгой историей – это прежде всего люди, которые в нем служат в прошлом, настоящем и будущем. Горжусь, называя эти имена Саша Михайлов, который стал просто большим русским артистом, Юра Кузнецов, который вечный мухомор, но это российское театральное искусство. Это Валера Приемахов, который ушел, это Шпана и Уссурийский. Это все институты искусств, которые вот в этом году будут отмечать 60 лет. Творческий поиск, твердая позиция художественного руководителя театра Ефима Звенятского и всего коллектива, направленная на сохранение традиций русского психологического классического театра, вызывают глубокое уважение профессионалов, приносят заслуженные звания и награды. Но в конце пресс-конференции юбиляры признались, что лучший подарок на праздник – это любовь зрителя. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.